Доброе утро, дорогие зрители и гости моего канала. Это все та же рубрика «Уютный вечер», но сейчас я снимаю утром, и по солнышку вы это прекрасно можете наблюдать. Но я знаю, что вы это видео посмотрите в то время суток, которое вам удобно, поэтому доброго времени суток специально для вас. А мы с вами начинаем. Тот самый день недели, когда мы можем расслабиться, поговорить, поболтать и просто побыть вместе. Вы, как всегда, прислали свои клевые вопросы. Их было немного, но все они очень интересные и классные. И напоминаю вам, что ваши вопросы для этой рубрики вы можете оставлять в моем профиле в Инстаграме под фотографией, где я вас об этом спрашиваю. Как правило, я публикую сейчас фото в Инстаграме нечасто, поэтому последние 2-3 фото, как правило, содержат в себе вопрос. Сегодня покажу вам какие-то свои новинки за эту неделю, что у меня появилось и чему я безумно рада. И, конечно же, поговорим с вами обо всем и не о чем, как говорится. Значит, по поводу новинок. Давайте начнем сразу вот с этого, что тут стоит. Стоят у меня здесь тарелки. Я заказала 4 штуки в 4 цветах, но одна сейчас стоит в холодильнике. Я давно, очень давно хотела такие тарелочки смежные. И обычно их заказывают детям, ну потому что это для деток очень удобно. Но я хотела такие тарелки для себя, потому что это очень удобно и для простого взрослого тоже. Потому что помимо основного блюда, которое помещается в этой тарелке, большой такой вот именно в ее части, есть всякие соусы, добавочки, еще какая-нибудь мелочевка для еды, которую всегда хочется положить на тарелку. И чтобы это было и рядом, и в то же время отдельно. И вот такие милые Микки Маусы ко мне приехали с Алиэкспресс. Ссылку я оставлю в описании. И они шли, кстати, очень быстро. Прям вот на удивление быстро. И должны были идти еще около месяца, но нет, нет. Недельки 2-3 они в итоге добирались до меня. Зелененький, такой, ну, мятно-зеленый. Синенький, розовенький. И я еще взяла бежевенький. И они неравномерного цвета. Они как будто в мелкую желто-коричневую крапинку. Закосно, может быть, под керамику. Может быть, в монолитном цвете было бы лучше. Ну, сложно сказать. Но на фото и видео, кстати, они выглядят очень хорошо, очень достойно. Это плотный пластик. Очень плотный. Не просвечивающийся, не гнущийся. И мне очень понравилось, что и форма у тарелочек по размеру, ну, весьма нормальная для одной порции. И они достаточно глубокие. То есть, реально, ну, положить ужин на взрослого человека не составляет труда. И мне также понравилась форма. То есть, вот эти вот ушки Микки Мауса, это круто. Вот стоит такая тарелка 149 рублей. Поэтому, ну, блин, это кайф. Ко мне приехали книжные новиночки. К сожалению, сейчас читаю очень редко, потому что в будни я прихожу и отрубаюсь после работы. И времени, и сил на чтение нет от слова совсем. Если еще у меня сведение аналитической отчетности, то это все. Все, до свидания. Вот поэтому книжек две, но зато какие. И еще пришли стикеры для скетчинга. Стикеры для скетчинга – это акварельные всякие такие вот красивые стикеры для оформления ежедневника, дневничка. Там еще каких-то своих записей. Они очень уютные, очень приятные. И я, конечно, в восторге. Покажу вам их поближе, естественно. Но вторая книга – это книга «Скетчинг маркерами» с Анной Расторгуевой. «Пошаговое руководство». Это очень крутое пособие, потому что здесь разбирается абсолютно все. От видов маркеров до самых базовых техник, поштриховки, закрепления знаний при помощи каких-то самых-самых базовых уроков. И для меня маркер – это что-то такое, знаете, неподвластное, потому что все-таки краску ты можешь перекрыть, карандаш стереть, перерисовать. А маркер, он как-то более перманентный, что ли. Но видя, какие шедевры люди рисуют специальными художественными маркерами, возникают как бы вопросы. Блин, такое возможно? А как я могу сделать что-нибудь подобное? И в этом пособии разбирается все, вообще все. Все, что вы хотите о маркерах, есть тут. Поэтому если вы любите рисовать именно этим материалом, и вам кажется, что вы уже все знаете, поверьте, не все. Здесь вы обязательно почерпнете для себя кучу всего нового. И при этом эта книга нереально вас вдохновит на то, чтобы взять в руки хоть что-нибудь и нарисовать. Потому что иллюстрации, красочные работы, просто невероятно красочные работы – это все не оставляет равнодушным. Реалистичность некоторых работ – это тоже отдельное восхищение. И мне кажется, что эта книга будет полезна и тем, кто любит просто рисовать той же акварелью, потому что смешение цветов. Почему бы нет, да, кот? Что ты хочешь? Книга Ремоделиста «Уютный дом». Шедевр, который очень долго ждали на русском сегменте. И эта книга рассказывает о том, как жить в уютном доме в стиле сканди, в стиле минимализм, и при этом как окружить себя эко-материалами. То есть на что заменить абсолютно все пластиковые вещи, какие бы необходимы они, на первый взгляд, не казались бы. Это интересная книга с хорошими, достойными примерами, но, знаете, это тот момент, который немножко сложен для, наверное, русского человека. Потому что русский человек… Вот у кого вот такая гардеробная? Ну вот серьезно, вот у кого? Если у вас такая гардеробная каждый божий день, а не только после уборки, я лично готова пожать вам руку. Это очень круто, потому что русский, мне кажется, все-таки за ежедневный комфорт. Мы можем спокойно кинуть вещи на спинку стула, потому что мы знаем, что нам завтра их все равно назевать. Да, на выходных мы это можем все прибрать, этого не будет на каких-то видных местах. Но в повседневности мы не раскладываем все так четенько по полочкам, как вот об этом пишет автор. Здесь все красиво, все классно, есть потрясающие идеи хранения, как сделать все именно по-скандинавски уютно, мило, стильно и экологично. Как хранить те или иные вещи. Но другой вопрос, как следовать этому, как приучить себя, как воспитать в себе эту культуру, это вопрос к вам. Вы свой быт как-то стараетесь организовать на современный упорядоченный манер или же все-таки некая ленность в вас преобладает. Выходные и уборка по выходным не в счет. Поэтому напишите, пожалуйста, как у вас обстоят дела с тем, чтобы возвращать вещи на те места, на которых они были изначально, и поддерживать разброс всего именно в этом педантичном порядке. Мы отвезли нашего маленького пузявра в клинику, ему сделали операцию, и сейчас он привыкает к тому, что у него идет гормональная перестройка. Чувствует он себя хорошо, уже на второй день он бодро, весело, и у него все прекрасно. И от наркоза он отходил нормально, как типичный кот, без каких-то выпиющих осложнений. И это радует. Единственное, что в какой-то момент ему нужно было подложить грелочку, потому что он очень сильно потерял в температуре. Но это нормальная реакция, такое бывает. И нам ветеринар сказал, что его нужно в теплое место, и чтобы ему было тепло и комфортно. Все, котик здоров, все хорошо, все прекрасно. Знаете, мне тут недавно написали комментарий, какой-то малосудомленный молодой человек, под видео о тапочке, о ее болезни кошачьей чумки. И комментарий носил очень такой, знаете, агрессивно наездный характер из разряда. Вот, видно же, что животное тяжело дышит, зачем ты ее укутала тяжелым пледом. И, типа, когда животному плохо, оно наоборот стремится в прохладу. И, типа, нахрена ее греть? Чуть ли это, короче, не ты сама виновата в смерти животного. И, знаете, вот, комментарии таких знатоков меня искренне приводят в состояние негодования. Это даже не бомбит, это, знаете, это вот, ты так смотришь, такой, фу, фу, чувак, тебе самому не стыдно за то, что ты написал? Ну, в чем ситуация, да, была? Во-первых, когда животное сильно теряет температуру, то есть температура тапочки на тот момент была 34 градуса. Это очень низкая температура для кошачьих, потому что норма у них 38-39. Мне все ветеринары, хорошие, плохие, ну, в смысле, компетентные, некомпетентные, но все в один голос говорили, что нужно всеми силами поддерживать температуру животного, вот как бы оно не сопротивлялось. Вот, соответственно, нужно греть. Поэтому набирались пятилитровки кипятка, вот, ну, все это оборачивалось в тряпочку, чтобы, естественно, не обжигало животного, да, и все это клалось рядом с тапочкой. Вот, и плюс тот плед, которым она была накрыта, он очень легкий, он почти невесомый, но из-за состава ткани, она такая полусинтетическая, вот, он хорошо держит тепло, поэтому, ну, опять же, каких-то проблем нет. И когда люди создают проблемы там, где их нет, меня это несколько прям вымораживает, что ли, вот, не хочется тратить на это энергию, но прям вот этот комментарий, он мне так резанул, потому что скоро год со смерти тапочки 18 ноября. И для меня даже спустя год это событие, оно важное, оно грустное, я во многом виню себя, и я понимаю, что, может быть, за годами, да, там это как-то хоть немного притупится. Я хотя бы, ну, она мне не снится теперь в кошмарах, я, ну, не плачу на ровном месте, но все равно, да, душевная боль, душевная рана, она от этого события осталась. И я делаю все возможное, чтобы жизнь моих нынешних домочадцев, питомцев была как можно комфортнее. Поэтому, когда в мой адрес до сих пор кто-нибудь докидает камень, да, рыжий, о том, что он тут что-то от меня хочет, но я не понимаю, что по поводу того, что я что-то сделала не так. Ну, не знаю, кроме какой-то плохой ответной реакции, с моей стороны, человек, ну, ничего не получит, потому что, ну, наверное, да, мне виднее, что в те моменты происходило, и как мне все это очень тяжело далось. Вот. Ты хочешь мячик поиграть? У меня котика вот принес мячик, и он хочет поиграть в мячик, поприносить его. Я включила свет верхний, кинув мячик. Во второй части давайте перейдем с вами к вашим вопросам. Что вы любите и не любите в осени? Я обожаю золотую осень. В зависимости от погоды, от каких-то там высших сил, золотая осень у нас длится по-разному. В какие-то годы она длится около двух недель, а в этом году природа нас балует, и сейчас, какой там, какой сегодня, 15, где-то в этом районе, 15 октября, могу ошибаться, и все еще стоит золотая осень, все красиво, все супер, поэтому визуальное наслаждение, оно колоссальное. И ты такой думаешь, господи, неужели это что-то реальное, а не нарисованная графика? Вот этот момент в осени мне безумно нравится, это прекрасная пора, это то, о чем нам воспевал Александр Сергеевич. И рядом с Колумбой есть усадьба, полотняный завод, где жил Александр Сергеевич Пушкин. Легендарное место, такая культовая персона, и вот так рядом. И когда гуляешь по этой усадьбе, ты понимаешь, почему Александр так любил осень. Там очень красивые осенние аллеи, там прекрасные раскидистые яблони с ярко-желтыми осенними яблочками. То есть прям все супер, прям вот бери, едь и вкушай все то, о чем писал великий автор. За что я не люблю осень, это, естественно, резкое похолодание, сразу 8 градусов. И после лета ты к этому не очень готов, а потом к концу осени предвкушение зимы. И вот это, и холод, грязь, слякоть, обглоданные деревья, и облетевшие листва, и все это так грустно и тоскливо. И вот прям вот эта вот картина тлена безысходность. Вот это я осени не люблю. Я не люблю дожди, потому что, опять же, моя работа связана с вечными разъездами. И когда ты бегаешь под этими дождями, это все вообще просто не круто. Не круто, и заболевания, это все фу, это все фу кака. А пока солнышко и золотистые листики, да, да, осень прекрасно. Планируете когда-нибудь писать собственные картины, воплощать в жизнь свои идеи, писать картины с нуля маслом или акрилом, например? Был период, хотела. Был период, в Козельске еще было дело, но прикинув возможности, опыт, затраты и так далее, пришла к выводу, что не сейчас. Не сейчас, потому что это все, ну, понимаете, чтобы нарисовать одну какую-то картину, да, ты же не будешь ради одной распыляться, покупать все вот эти краски. А краски это накладно, кисточки это тоже накладно и так далее. Все вот эти вот тонкости, плюс если это масляные краски, да, то это стоимость, соответственно, выше, это разбавители. Работа с масляными красками вообще требует чуть ли не отдельного помещения. И очень-очень много вот этих вот тонкостей. Я все это читала, перенимала на себя и приходила к выводу, что я пока не готова к этому. Это занимает очень много времени и ресурсов. Это реально, ну, накладно. Куча тряпок, масляные краски, это вообще мне показалось что-то очень, знаете, такое странно страшное. А акрил мне не очень нравится своей неподатливостью. Если сравнить гуашь и акрил, говорю как, просто как любитель, не как художник-профессионал. То, что удалось получить мне, да, на выходе. Акрил, он менее податлив. Цвета добываются и смешиваются тяжелее, чем гуашью. Перекрываются тоже тяжелее. При высыхании есть свои тонкости. Акрил сохнет намного дольше и плюс его хорошо бы сверху еще чем-то прокрыть. Гуашь, как бы, она менее долговечная, но и в то же время она проще. Вот. Поэтому тут такие вот тонкости. Знаете, если хочется просто порисовать для себя, то, ну, гуашь и акварели более чем достаточно. Ты хочешь играться, да? Маленький мальчик хочет играться. Не могу, котика, давай чуть-чуть попозже. Виктория, вы случайно не смотрели сериал «Черное зеркало»? Смотрела, кстати, и не случайно. Там была серия про чип, с помощью которого можно было все помнить. То есть ты в любой момент можешь перелистать все свои воспоминания и показать их другим, как на экране. Хотели бы вы себе такой чип? Я пока что не жалуюсь на память, да, и мои воспоминания, они в основном нужны только мне. Доказывать кому-то, как это делали герои в этом сериале, когда они предъявляли друг другу претензии, что ты это говорил, а ты этого не говорила. Показывали воспоминания, где человек это либо говорил, либо не говорил. На этой почве как-то решались ссоры, плюс махинации с этими воспоминаниями. Это все... Нет, нет. Это все действительно для человека тяжело. С такими технологиями приходит огромная ответственность. А человек не всегда готов ее нести. Знаете, в «Черном зеркале» мне очень нравится этот сериал своей разрозненностью эпизодов. То есть там нет какой-то единой линии, там сюжеты серии друг с другом не связаны. Каждая серия как отдельный мини-фильм. Можно посмотреть абсолютно любую серию, она никак не связана с предыдущей. Это вообще другие герои, другие события, другая проблема. Но сам сериал охренительный просто. Проблемы рассматриваются просто потрясающие. Мне понравилась серия именно по глубине уровня, где женщина встречалась с молодым человеком, сбеременела от него, и он погиб. И технологии дошли до такого состояния, когда собирались все данные с соцсетей, где этот человек погибший что-то публиковал. Видео, фото, голосовые сообщения. Все это вместе собирается, компонуется. Соответственно, составляется моральный образ человека, его манера общения, подачи, мысли и так далее. Все это генерируется. И вот этот компьютерный мозг, искусственный интеллект, он внедряется даже в физическое тело. И есть такой сервис, на который ты можешь либо электронно звонить по телефону, чтобы услышать голос вот этого погибшего человека и поговорить с ним, как будто бы он жив. А есть сервис более продвинутый, где ты можешь заказать себе на дом тело. Ты это тело кладешь в ванну, оно напитывается там этой водой, и в это тело уже встроен этот искусственный интеллект, и перед тобой вот он, твой ушедший какой-то близкий человек, и ты можешь с ним полноценно взаимодействовать. И опять же казалось, вот она проблема решения смерти. То есть все, проблема решена. Даже если человек умер, ты можешь сделать его копию. И вот тут у героини возникли проблемы. Сначала она была безумно счастлива, ей все очень нравилось, но потом дошло до того, что она возненавидела этого человека. Хотя он не делал ничего плохого, он был даже идеальнее, чем настоящий парень. И она его возненавидела, и все дошло до того, что она его изолировала в своей жизни, до того, что он стал жить на чердаке. Вот, периодически видеться со своим ребенком. То есть очень интересный подход, очень интересное раскрытие. И таких серий там много. Супер, суперский сериал, но он глубокий. Его вот смотреть просто так, как, ну так вот, на Атье, как говорится, не прокатит. Он цепляет. В итоге я сейчас посмотрела, наверное, сезон три, и то два с половиной, может быть. Вот, то есть два с половиной, три вот так вот. Так что тем, кто любит что-то прям такое глубокое, советую. Серии длятся по часу примерно. В одном сезоне серии три, по-моему. То есть он как Шерлок, в принципе. Хороший сериал, но сильный, очень сильный. Как коты одни дома сидят везде, не шкодничают, и у каждого свой лоток, или один на всех? Какой наполнитель не используете? Ну, про наполнитель я говорила в прошлом видео, да, сейчас вот это силикогель. Ищу более бюджетный вариант, благо мне его подсказали. Коты сидят нормально, у них все в порядке. Они взаимодействуют друг с другом, у них есть игрушки. Плюс вечером, когда я прихожу с работы, я обязательно с ними играю. И я уделяю этому прямо специальное какое-то время, от 15 минут до получаса. Мы играем с ними во все, что они хотят. У меня прям коты выбирают те игрушки, в которые они хотят со мной поиграть. И, в принципе, они ничего такого выпьющего не делают. Да, они могут что-то там завалить, но такое, знаете, разовое. То есть не на постоянной основе. Лотков у нас сейчас два. Да, на три кота у нас два лотка. Раньше было три, но третий как-то, ну, толку немного от того, что он есть. Поэтому вот два лотка. Вот у Васи свой лоток. Ну, так что в итоге у нас в доме, ну, около четырех лотков, но один не используется. Также тут очень хотели бы послушать размышления по поводу того, как вообще водить автомобиль и что вождение привнесло в мою жизнь. Но об этом я, наверное, запишу отдельное видео. Слишком длинный разговор, такой требующий прям персонального подхода, потому что за два года вождения на самом деле есть что сказать. Так, сейчас смотрю My Little Pony. Я в восторге. Мне все нравится. Восьмой сезон. Я уже, ну, смотрела все предыдущие, даже пересматривала какие-то моменты. И вот восьмой сезон с трепетом наблюдаю. Я в восторге. Вот. Я после полнометражки была в восторге, а восьмой сезон — это прям, это любовь. Причем смотрю в озвучке «Карусели». Ярые фанаты меня не поймут, потому что только субтитры, только хардкор. Но меня все устраивает. Это расслабляет мой мозг. После работы и прям все хорошо. Все хорошо. Обожаю пони. Пони классные. Сегодня нужно слепить два заказа. И нужно, наверное, смотаться в пригород. Вот. Поэтому планы на день есть. Вот. Коты неиграны. Хотят внимания. Вот. Рыжий буянит. Сейчас запишу для вас видео по вождению. И тогда уже двину. Вот. Мне бы найти время на верстку. Господи. Я так хочу найти время на верстку. Потому что, когда ты за два часа или три часа снимешь видосы, времени на верстку уже не остается. У меня сейчас с Алика едет автоподогрев сидений. И куча всякой шляпы к Новому году. Но, когда это все доедет, я даже не знаю, боюсь представить. Ссылки на тарелки я оставлю внизу в описании к видео. Поэтому, если кто-то хочет тарелку, welcome. Также ссылки на книжки я оставлю также внизу. Если кого-то что-то заинтересовало, вы знаете, что делать. Мне было очень приятно с вами поболтать. Если у вас есть какие-то запросы на те же АСМР, на темы для разговорного видео, уютного вечера, я всегда рада, всегда жду. И спасибо большое за ваши комментарии. Я обожаю ваши комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»